В сегодняшней аудио статье рассмотрим, какой горшок нужен для бегонии цветущий. Бегония относится к царским растениям из-за своей прихотливости. Да, это одно из тех растений, которые требуют особого ухода. Но поскольку ее красота полностью нас удовлетворяет, это оправдывает желание и стремление поддерживать нормальное благосостояние цветка. Если бегонию вы высаживаете с нуля, то есть используете клубни, то в один горшок можно укоренить около 3-4. Это делается для повышения вероятности прорастания цветка, поскольку укореняется она довольно-таки сложно. Выбирают, и исходя из этого, горшок большой, похож он, откровенно говоря, на огромное ведро. Горшок должен быть на литров 7-8 для бегонии. В отличие от других особенностей растений, бегония нуждается в неглубоком горшке. Он, скорее всего, напоминает широкий тазик. Корневая система бегонии поверхностна, поэтому ее нужно направлять в ширину, а не в глубь. В неправильном горшке бегония будет расти скудно и медленно. Клубни при посадке располагают на 5-8 сантиметрах от поверхности, а также на расстоянии 6 сантиметров друг от друга, чтобы каждый клубин не мешал росту другого. Сам горшок обычно выбирают с поддоном, чтобы можно было удалять лишнюю воду, которая будет проходить через весь грунт и скапливаться внизу. Таким образом, это поможет бегонии не гнить в корнях, а размеренно наполняться влагой. Прорастает бегония также очень медленно. Корневая система требует большого количества времени, чтобы сформироваться. Иногда советуют подождать сезон, а на следующий пересадить свежий грунт и новый горшок. Выбираем мы его по тому же принципу, что и раньше. Диаметр горшка должен преобладать над его глубиной. Что касается общего ухода, который нужно соблюсти для хорошего роста бегонии, то горшок нужно помести в то место, где будут солнечные лучи. Однако не будет активного солнца, направленного именно на бегонию. Это в значительной степени повредит ей. Зимой, наоборот, нужно защищать ее от переохлаждения сквозняков, чтобы растение не заболело от перепада температур. Что касается полива, то мы его вскользь затронули, обсуждая, какой именно горшок нужен для бегонии при посадке и во время цветения. Поскольку вы используете горшок с поддоном, то понятное дело, что поливать растение вы будете много и обильно. Значит, бегония очень любит активный полив. Однако именно горшок поможет проследить вам состояние растения. Если вы видите, что вода застаивается и постоянно сочится, уменьшите полив. Таким же образом можно просматривать состояние корней, а также насколько они разрослись. Если из дырочек в горшке будут вылезать корни, значит, бегонию нужно пересадить, чтобы корням было новое пространство для роста. В таком тесном состоянии они будут портиться, тереться, подон, на их кончиках будут попадать гнильные элементы из-за воды и тем более так бегонии легче ловить сквозняки.